Алло. Алло, Сергей. Алло, здравствуйте. Смотрите, Сергей, по поводу торговли на бирже, почему я им на сегодня звоню? Каждый последний день в неделю у нас выходят отчёты. На чём можно заработать, в принципе? Вы, в принципе, понимаете концепцию торговли на бирже, я правильно понимаю? Ну, как, я только знаю биржу, но у нас трудовая биржа есть где это. Ну, да, да, есть финансовая биржа, вот смотрите, торговли на торговлю. Вы поняли, да, о чём я говорю? Ну, смотрите, мы консалдинговая компания, что мы предоставляем, чтобы вы более детально понимали? Мы обучаем, бесплатно, сразу говорю. Наш интерес, это доход нашего клиента. Мы берём 10% от чистой прибыли, вы поняли? Ну, да. Ничего заверительной системе. Мы сопровождаем наших клиентов, сопровождают вас трейдеры, которые торгуют уже по 15 лет на рынке. Плюс снабжаем новостями и торговыми сигналами, которые, в принципе, на чём на сегодняшний день можно, в принципе, зарабатывать. Вот скажите, у вас доступ к интернету имеется, правильно я понимаю? Чтобы более детально вам, ну, объяснить, на чём можно заработать, что сегодня за счёт. Да, да. А вы бы мне рассказали, как вы, вы работаете в этом или вы просто, ну, это, звонарём работаете? Что ещё раз? Ну, а вы работаете в этой системе или вы просто как звонилка, ну, звонарь, знаете, да? Смотрите, вот сейчас я менеджер по связи с клиентом. Ну, я понял ваш вопрос. Я торгую акцией, я не торгую акцией, сразу говорю. Я торгую на фьючерских контрактах. Это сырьевой рынок. Но там другие суммы, понимаете? Ну, опять же, я не знаю ваших возможностей, Сергей. Я не лезу вам в карман, ну, как бы, я не знаю ваших. Может, у вас тоже есть такая возможность, чтобы торговать на фьючерских контрактах. Да, у меня все возможности есть, конечно. А вы много зарабатываете? Ну, у меня, получается, 15% годовых. Годовых, да? А это примерно в суммах, чтобы мы могли это... Смотрите, если с одного фьючерского контракта, если 15%, это получается от 15 до 20 тысяч долларов. Это один фьючерский контракт. Это в год? Если на нефти, это только от золота, конечно. Если от нефти, получается от 20 до 27. Но, опять же, на словах вы мне не поверите. Давайте по отчетам мы вам покажем наши результаты. И тогда вы поймете... Не, а мне вот именно, ну, ваш результат интересен. Вы все равно... А в месяц это сколько выходит? А сколько в месяц выходит? Ну, еще раз. В месяц сколько денежек выходит? Ну, смотрите, я вам сказал два инструмента, на чем я торгую. Если взять еще платину, ну, это... Не, я именно про вас. Я именно про вас. Я понял, я понял вас. Я понял вас. Смотрите, если посчитать образно говоря, сколько именно получается торговать, не наименно, то, что я менеджер по связи с клиентом, а то, что я именно инвестирую. У меня выходит от 10 до 12. Это... Это ежемесячно, да. А это в евро? Ну, опять же, я сюда пришел. Ну, конечно, да. У меня в долларах получают. Потому что ключевский контракт в долларах измеряется. Если вот по нефти и по золоту. Смотрите, ну, вы не думайте, что... Я у меня вот, например, должность менеджера по связи с клиентом. Да вы миллионер. Я инвестирую. Я строю здесь карьеру. Ну, у меня есть такое желание построить карьеру в этой компании. Вы поняли? Поэтому я начал с минимума. У меня экономическое образование, Сергей. Ну, как бы вы сами понимаете, сразу должность не дарится хорошая. Вы со мной согласились? Ну, да. Если у меня есть возможность инвестировать, это не обозначает, что у меня должность хорошая. Ну, сейчас. Я пока на минимальной стадии, но я не компетентен в том вопросе, чтобы провести вам калькуляцию. Поэтому я вам предлагаю сейчас, если у вас есть доступ к интернету, конечно, уделить минут 30 времени нашему трейдеру, опытному человеку, который уже 15 лет торгует на рынке. И он более детально вам проведет калькуляцию, расскажет, как вы сможете заработать. Как вы заработаете благодаря нам. Почему именно с нами лучше на сегодняшний день заработать? Потому что на словах это не профессиональный среди. Это мое мнение. Может, вы со мной не согласитесь? Ну, да, да. Есть поговорка хорошая. На словах лев толстой, а на деле хуй простой. Да, я с вами согласен. Да, ну, не знаю, рассказывайте тогда мне. Алло, алло, что? Вы отключили. Да, да, извините, пожалуйста. Мне отец просто звонил. Там, понимаете, у нас это, у нас корова рожает. И, ну, вот. Там, они... Нет, ну, а если серьезно, вы не обманываете? Вы готовы? Нет, так я-то готов, но это, ну... Где родители? Мы же в этом, в поселке. Ну, как... Нет, родители конкретуют. Колхоз, поселок, я не знаю, как это вот. Они его отживут, и, понимаете, там, как у коровы эти роды. Ну, теленка будет рожать. Так он там звонил, там что-то с ветеринаром. Я так и не понял, то ли он запил этот. Ну, у них там местный есть такой, Валера, знаете. Вот. Ну, он там на все дела, типа, где только не был. Знаете, СССРовская закалка. Ну, и все, и вот проблема. У вас кот родители держат? Да, да, да. Да, кури, свиньи, вот, коровы там, ну, козы, знаете, такое, сельское хозяйство, вот. Я понимаю. Сергей, послушайте. Сергей, послушайте меня, пожалуйста. Ну, вы поймите, это мое рабочее время, я работаю сейчас. Да. Вы готовы сейчас рассмотреть объективы с трейдера? Уделите 20-30 минут времени, чтобы вы понимали, как вы сможете зарабатывать на бирже с нами. Я просто не хочу на словах много говорить. Я хочу, чтобы вы с нами глазами это увидите. Ага, ну, хорошо. А что, вы мне пришлете что-то на email или вы мне пришлете на Viber? Нет, смотрите. Мы можем и на Viber, и на email что-то прислать. Смотрите, нашу компанию. Только чтобы это, не приводите мне этих, всякие ссылки, чтобы там вирусы, там порнухи и так далее. А то у меня жена эта очень злая, блин, не дай бог увидеть там, чтобы у меня всякие вещи. Компания BKS Global Market, у меня телефонный разговор прослушивается, но если я передам сейчас трубку трейдеру, ну, некорректно будет. Давайте только, пожалуйста, ну, если вы по деловому относитесь к этому... Не, ну, 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 нет, так я, я же вроде не ругаюсь матом с вами. Не, ну, вы говорите, скидывать, ну, такие вещи. Ну, вы знаете, всякое вот присылают, бывает, перейдешь, и там всякие вирусы и так далее. Я вам предлагаю. Да, я понял вас. Смотрите, у вас компьютер, правильно? Интернет-компьютер. Ну, у меня, да, компьютер, у меня планшет есть, а планшет подойдет? Это как компьютер, только, ну, планшет такой. Можете не объяснять, я понял, да. Окей. Смотрите, вам сейчас буквально 5 минут. Перезвонит наш трейдер и более детально проведете. Артур Мамаев, это лучший трейдер. Вы поняли? Да. Мамай? Мамай, чтобы не было, ну, не подводите меня, да. И более детально он проведет вам калькуляцию. Ага. Как можно заработать с вами? Хорошо? Хорошо, договорились, жду тогда Мамайя. Я ждал, я ждал, 5 минут, да, вам перезвонят. Ага, хорошо, хорошо, давайте, пока. Алло, Сергей, добрый вечер. Алло, здравствуйте, да. Меня зовут Владимир Яковлев, я помощник Артура, трейдера Артура Мамаева. Трейдер сейчас заканчивает сделку с клиентом. Нет, нет, я вкратце хочу с вами познакомиться. А мне сказали, что Мамайя будет мне звонить какой-то. Да, но менеджер не посмотрел просто, что трейдер сейчас занят. А-а-а. Для начала пообщаюсь с вами я. Вы мне скажите, пожалуйста, Сергей, что вам объяснил менеджер? В чем заключается суть нашей компании, суть нашего предложения и, в принципе, о чем вы этим говорили? Он мне начал рассказывать про биржу какую-то. Вот. Что можно деньги заработать. Вот. Ну, все верно. Ну, что... А вы сомневаетесь в этом? А-а-а? А вы сомневаетесь в этом? В чем? Что можно деньги заработать? В том, что на бирже можно зарабатывать, естественно. Ну, я же не знаю ничего, как я могу в чем-то сомневаться. Ну, прекрасно. Мы это легко исправим с вами. Вы мне скажите, в принципе, что такое биржа? Понимаете или нет? Как она работает? Неа, вообще. Неа. Ну, по большому счету, это место, где торгуются акции крупнейших компаний, фьючерсы на золото, на нефть, также валютные пары. Ага. И криптовалюта. А-а-а. А вы ужинаете или что-то? Да. Я просто весь день ездил, мне ваш коллега звонил. Я только домой приехал. Жрать хочу больше, чем ебаться, так что извините, я пытаюсь с вами, да, говорить и кушать. Понятно. Ну, кушайте. Вас, в принципе, эта тема интересует или нет? Вообще, заработок на бирже? Вообще, в принципе, заработок и финансовое развитие вас интересует? Не, ну, конечно, чтобы деньги заработать, конечно, хочется. Ну, тогда вы мне скажите, когда у вас будет время, чтобы мы с вами могли как-то состыковаться и пообщаться на эту тему? Ну, а сейчас нельзя. Ну как же, вы кушаете. Так я вас кушаю и вас слушаю. Ну, давайте, если честно, мы будем серьезные вопросы с вами решать за тем, как вы ужинаете. Давайте не спешить друг друга. Ну, давайте. Мне нужно понять, вам это интересно или нет. А мне не раз уже звонили, и все время как-то ничего не выходит. Ну, так вы же к этому серьезно не относитесь? Вот у вас и не получается. Сергей, давайте так, давайте более серьезно. А в понедельник вы во сколько работаете? До скольки? А я в понедельник с утра, по-моему, до обеда работаю. Хорошо, Сергей, давайте тогда слабо попробуем. А у вас есть, а у вас офис где находится? Еще раз. А у вас офис где находится? Центральный офис находится в Москве. А вы откуда звоните? Я из Москвы. А-а-а, а я думал, вы из Литвы? Нет, это литовский номер. Для удобства связи. А-а-а, так вы... Когда вам последний раз звонили из офисной телефоне, из, ну, из русского номера? Они мне с Латвии, по-моему, звонили, говорили. Кто? Менеджер? Угу, раньше еще. Наш? А, раньше кто-то, но я не знаю, кто он. Да, ну тоже, у вас БКС. Ну что, Сергей, давайте так. Так, компания такая совершенно. Угу. Ну, понял, да. Сергей, давайте так. Вы понедельник после трех, менеджер с вами свяжется. Угу. Если вы к этому относитесь серьезно, пообщаемся. Если нет, в общем, скачьте ему в ваше мнение. Давайте, Сергей, всего хорошего. Понял, до свидания. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok